Что сразу следует из вот этого замечательного граница, которое мы с вами доказали? Следует рекуррентная формула. Потому что, смотрите, про континуанту мы знаем штуку такую, что а-н-ное либо присутствует, либо не присутствует. Если а-н-ное входит в произведение, то фактически надо умножить а-н-ное на континуанту предыдущих. Правильно? А если не входит, то это означает, что мы зачеркнули а-н-ное вместе с а-н-1. И осталось континуанта, начиная с а-н-2, и значит верна следующая потрясающая формула. П-н-ное это есть а-н-ное умножить на п-н-1 плюс п-н-2. Так, а к-н-ное то же самое. Ну опять, а-н-ное либо мы вычеркивали, и тогда мы его вычеркивали вместе с предыдущим. То есть будет к-н-2. Либо мы его не вычеркивали. И тогда будет что? К-н-1. Так? Это одна из важнейших формул, которая есть для ровных пробей. Она позволяет легко вычислять следующие числители и знаменатели, если знаешь для двух предыдущих числителей и знаменателей. Это точно получилось после того, что мы таблицу на этом чертели, да? Ну да, это повторение, потому что раз это было. И вот сейчас давайте мы с вами посмотрим, а что будет, если мы возьмем такую вещь. п-н-ное умножить на у-н-1 минус п-н-1 умножить на у-н-ное. Во-первых, с чего бы это я вообще стал интересоваться значением такого выражения? Ну это очень просто, это важная вещь. Если вы берете пи из н-ной подходящей дроби, вы читаете предыдущую, вот посмотрите, пожалуйста, берете такую подходящую дробь и вы читаете предыдущую. Если нас интересует разность двух соседних подходящих дробей, то чтобы ее записать в хорошем виде, надо воспользоваться основным свойством дроби. Здесь числитель и знаменатель умножаем на к-н-1, от этого дробь не меняется, уменьшаем и не меняется. А здесь на к-н-ное, от этого тоже эта дробь не меняется. И в результате мы получаем такую штуку. Знаменатель – это к-н-ное, к-н-1, а числитель – что такое? Поняли? Это в точности то, что я там написал, да? Да, именно? Так вот, давайте-ка мы с вами сейчас напишем, для небольших н, что это такое? p-1, q-0, минус p-0, q-1. И второе выражение. p-2, q-1, минус p-1, q-2. Будете доверить, кто идти? Кто помнит, что такое p-1? p-1 – это числитель вот такой вот, а нулевое плюс 1, а первое. Когда к а нулевому прибавляешь единицу делить на а первое, что будет? Да, да, это кондинанты, а чисел а нулевое и а первое. Это будет а нулевое, а первое плюс один. А чему равняется q- нулевое? А первое. А если подумать? Что? q- нулевое. А, q- нулевое – это а нулевое. Единица, да. Так, p- нулевое чему равняется? П- нулевое – нулевое получается. Чему? Нулевое. Двучай. А, единица, единица. p- нулевое – это дробь, ну, вот так выглядит. Это все вытянуть и останется а нулевое. И записать в виде дроби, не сказать себе. Итак, p- нулевое – это а нулевое. Нет? А нулевое первое, конечно, первое. Конечно, нулевое подходящее дробь – это отношение а нулевого к единице. Здесь что пишем из-за нулевого? Нулевого к а нулевое делить на один. Вместо p- нулевого. p- нулевое – это а нулевое. А нулевое – не делить, поэтому нулевое – это числитель. Так, а Q первое – это что? А Q первое – это… Это знаменатель дроби, который получается зачеркивает всего этого. А нулевое плюс один делить на один. Какое-то знаменательное. Мы же писали, может, раз подлиже. Ну, а первое, да? А первое, конечно. Отлично. Если раскрыть сроки, что будет? Один. Один будет, конечно. Один будет. Господа, а можно это сейчас? То же самое сделайте, если вы второго, первого. Выпишите все эти, понятно, да? Хотите чистить тюнуанты, хотите – это чуть-чуть, я вас как. Но выпишите и продиктуете мне правильно. Я готов подождать немножко, но важно, чтобы это продиктовали. p-2 – это анормит. а нулевое на а первое на а второе плюс а нулевое на а второе. Что дальше? Плюс А0 плюс А2. Ну, типа континент. Так. Это правда. Это правда. Так. Дальше. Что такое Q1? Q1 это получается А1. Неверно. А, нет, А1. А1, да. Абсолютно верно. Это совершенно верно. Это А1. Дальше. Что такое P1? P1 это А1, А2 плюс 1. Нет. Это у нас написано здесь. А0 плюс А1 плюс 1. Не плюс. А0 умножить А1 плюс 1. Это P1. А у второго? А у второго это... Это континент чисел А1 от 2. А1 от 2, да. Это А1, А2 плюс 1, да. Молодец. А это так и есть. П1 это континент чисел А1, да? Да. А нулевое и А1. А вот теперь надо не плениться раскрыть скобки. Справимся? Давайте вот я рядышком у нас напишу. Умножаем на А1. А нулевое. Будет А нулевое, А1 в квадрате, А2 плюс А нулевое, А1. Так? Плюс А первое, А2. Теперь это произведение. Смотрите. А нулевое, А1, А1, А2. Это что? Это А нулевое, А1 в квадрате, А2. Согласны? Да. Дальше. А нулевое, А1 умножить на единицу. Так и будет А нулевое, А1. Дальше. Единицу умножить на А1, А2. Это А1, А2. И что это будет вместе? Смотрите. Вот эти штуки одно и то же с разным знакомом. Да и нет? Да. Замечательно. А вот это то же самое, что это. Только с разным знакомом. А это то же самое, что это. Что остается? Один. Минус это. Там была единица. Потом будет минус единица. Догадайте, что будет на следующем этапе. Вот у нас и получается замечательный результат. Минус единица в степени n-1. То есть если n равно единице, то будет минус единица в нулевой степени. То есть единица. Следующее, если n равно единица, то будет минус единица в степени 2-1. То есть минус единица. И так далее. База – это вот это утверждение. Мы его проверили. Все понятно? Теперь нужен переход. Что? Что? Получается pn и… Получается pn и делить на qn равно pn плюс 2 делить на qn плюс 2. Нет, это не q, а q. qn плюс 2? Нет. Но если у нас получается сначала плюс 1, потом минус 2. Еще раз. Плюс 1 получился, когда n равнялась единице. Да. И поэтому здесь приходится писать минус n минус 1 степень. Поняли? Да. Как вы вместе? Просто мне не смешает то, что разница между дробями всего в один… разница между дробями, она не в единицу. Разница между дробями, смотрите какая. Это минус 1 в n минус 1 степени разделить на произведение знаменателей. А, все. А, все. Окей. Поняли? Тогда ладно. Что-то и делал, что разница между дробями получается очень маленькая. Поняли? Да, все. Так, ну что, тебе надо это доказать. Что делают для того, чтобы доказать какое-то утверждение, если мы его уже знаем при единице? Это называется база единицы. Доказать ли единица плюс 1? Что доказали? Надо от n перейти к n плюс 1. То есть надо сделать такую вещь. Надо доказать, что если мы это знаем, то в таком случае, когда умножаешь pn плюс 1 на qn и вычитаешь из этого pn умножить на qn плюс 1, то будет понятно, да? Отлично. Как это делать? Это очень просто. У нас же есть вот эти регурентные формулы. Понятно? Значит, я беру вот это pn плюс 1 и пишу по эту формулу. Пожалуйста, все пишем. а n плюс 1, pn плюс pn минус 1. Это pn плюс 1. Дальше я беру pn. Здесь пишу а n плюс 1, qn плюс qn минус 1. Все поверили. Напишите в тетрадь такую формулу. Пожалуйста. Это очень важно просто рукой. Алгебру невозможно научиться приглядку. Надо просто писать формулу до тех пор, пока рука сама не приютит. Так вот, что теперь реально нужно сделать? Все понимаете? Нужно расшлить скобки. Нужно расшлить скобки. Диктуйте мне. Что бывает, когда умножаешь сумму двух чисел на qn? Что нужно делать? А n плюс 1, pn, qn плюс pn минус 1, qn минус pn, а n плюс 1, qn минус pn, qn минус pn. Смотрите, господа, если вы внимательно посмотрите вот сюда и сюда, то вы что обнаружите? А n плюс 1, pn, qn и pn, а n плюс 1, qn. Это что такое? Это одно и то же. Одно с плюсом, а другой с минусом. Поэтому что у вас реально получается? pn минус 1 на qn минус pn минус 1 на qn минус 1. Заметьте, пожалуйста, я вынес здесь минус, и поэтому я написал в предположенном порядке. У меня диктовали минус, а я написал в такой ромке. Нет, почему я написал так? А потому что эту скобку я знаю. Получилось минус минус 1 в n минус 1 степени. А скажите, пожалуйста, что такое минус минус 1 в n минус 1 степени? Это же минус 1 в n минус. Согласны? Отлично. Все? Все? У нас показатель степени увеличился ровно на единицу. Ну или, если угодно, это n плюс 1 минус 1. Понимаете? Все понятно? Все понятно? А? Да. Да. Отлично. Точно. 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 Все хорошо. Точно. Мы молодцы. Правда? Правда? А вот теперь я сделаю еще одну штуку. Дело в том, что это раненство тоже в высшей степени важно для изучения спинных тропий. Я найду разность не соседних, а тех, у которых номера отличаются на звук. Давайте я объясню для чего я это не пощу. Смотрите, господа. Помните? У нас там была такая картинка. Если есть произвольное число, мы от него взяли целую часть, и это у нас было p0 делить на q0. Потом было p1 делить на q1. Было такое? Да. Такая картинка была? p2 делить на q2. Потом p3 делить на q3. Ну и так далее. Да? Объясняю. Что мы только что нашли? Мы нашли вот эту разность между соседними. Понимаете? Да? Ну вот это вот между первой и левой. Вот это между второй и первой. Вот это между второй и третьей. Понятно, да? Но вообще-то вот такие разности же тоже очень интересные. Ну не такая, а вот такая, скажем. То есть картинка. Вот у вас есть число альфа. У вас есть pn минус первое делить на qn минус первое. Ну, например, пусть n будет четное число. Здесь у вас будет pn делить на qn. А здесь у вас будет pn плюс первое. Понимаете? Делить на qn плюс первое. Так смотрите. Мы только что нашли то, что называется оценка сверху. Понимаете? То есть вот число альфа расположено на отрезке такой-то длины. А вот сейчас мы найдем длину вот этого альфа. Почему это важно? Потому что расстояние от n минус первой дроби до числа альфа меньше, чем расстояние от n минус первой дроби до n. Так? Нет. Но при этом больше, чем расстояние от n плюс первой дроби дошло? Давайте я это аккуратно запишу, потому что это очень важная идея во всей теории. Вот такое вот неравенство. Смотрите. Если берешь из числа альфа, вычитаешь… Слушайте, а почему я написал именно pn минус первое делить на qn минус первое? Хотя ладно, написал, написал. Вычитаешь из числа альфа pn минус первое делить на qn минус первое, да? Вот эта самая разность меньше, чем расстояние pn делить на qn минус pn минус первое делить на qn минус первое. Это все поняли? А это расстояние, это единица делить на qn минус первое, так? Оценка сверху. Это мы уже доказали. А вот теперь смотрите, что я хочу. Я хочу написать, что наоборот, вот это самое большее, чем pn плюс первое разделить на qn плюс первое. Понимаете? минус pn минус первое делить на qn минус первое. Идея понятна? Вот этот отрезок меньше вот этого всего большого, но больше этого. Точно понятно? Да. То есть, если мы сейчас посчитаем вот эту разность, то мы получим, что вот эта величина не только меньше этого, но и больше того, что получится. Так? А это легко. Смотрите, ведь мы же, собственно, так же сделаем, только не с n, а с n плюс 1. Хорошо? Так, ну давайте я это сделаю просто на этой доске. Что это такое? Так, слушайте, пока я не в модуле буду считать. Потому что какая разница, в модуле не в модуле. Просто алкуризмация. К общему знаменателю приводим. Вот смотрите сюда. Какой будет общий знаменателю? Согласны? Просто n надо везде заменить. Так? Так. А что будет в числителе? p n плюс 1, q n минус 1, минус q n минус 1, минус q n плюс 1, п n минус 1. Согласны? Замечательно. А теперь внимание. Что происходит? Мы для p n плюс 1 имеем форму. Только надо везде написать не n, а я написать. Вместо p n плюс 1 я преспокойненько пишу. a n плюс 1, p n. Понятно, почему p n? Потому что на единицу все увеличивается. Плюс p какое? Вимите? Не видите? Вспеваете? Вспеваете? Вот я сюда вместо n взял плюс 1. Здесь будет n, здесь будет n, а здесь будет n минус 1. Понятно? Замечательно. А здесь дальше что прошло? Вместо q будет a n плюс 1, q n плюс q n минус 1, согласны? Согласны? Замечательно. Ну, знаменатель даже неинтересно переписывать. Он как будто так и остался. А интересно, это распить скобки. Поехали. Ой, что здесь распить скобки? Я здесь забыл. Я здесь забыл. Qn-1. Так, поехали. Аn-1, Pn, Qn-1. Плюс Pn-1, Qn-1. Минус Аn-1, Qn-1, Pn-1. Минус Qn-1, Pn-1. Почему бы Qn-1, если у нас эти знаменатель были Qn-1 и Qn-1? Да. Почему у нас Qn-1, это умножить на Qn-1? Да, потому что я пишу рекулентную формулу. А, нет, здесь? Да, здесь. Здесь, конечно. Спасибо. Это я просто оттуда переписывал и забыл. Спасибо. Так, и здесь тоже, да? Да. Видите, я говорю, что неинтересно переписывать. Да, а вот когда неинтересно, как раз ошибка-то и возможна. Так, ну ладно, это ведет мелочь. Все равно бы мы сообразили, что там написано. Интереснее, что делать дальше? Все видят, что вот это зачеркивается. Pn-1, Qn-1 и там с минусом. Так? Замечает. А здесь, как можно это упростить? Видите, здесь АН-1? Или нет? Когда мы его вынесем, что останется? В знаменателе Qn-1, Qn-1. Так? А в числителе? Пn-1, Qn-1, минус Qn, Pn-1. Так? Все помнят, чего это равно? Чего это равно? Плюс и минус единица. Значит, если я сейчас сюда навешу знак модуля, то я там что снова буду писать? Единицу. Просто единицу, совершенно верно. То я в числителе пишу единицу. И здесь получается, что вот эта вот разность больше, чем АН-1 делить на произведение. Qn-1, Qn-1. Ну, на первый взгляд, это неравенство, в общем, мне очень понятно, о чем. Но если я его сейчас аккуратно перепишу, то вдруг вы увидите, что оно очень-очень-очень даже говорящее, что называется. АН плюс ВВ. Все понимают? Деталь минус первая. В знаменателе Qn-1. А вот дальше я возьму и напишу Qn-1 в этой формуле. Это будет АН плюс первая Qn-1. Плюс Qn-1. Это понятно? Меньше, чем разность между нашим числом и n-1, подходящей дробью. И меньше, чем единица делить на произведение Qn-1 в этой форме Qn-1. Давайте посмотрим. Нельзя ли это еще раз как-нибудь переписать совсем понятно? Можно. Можно здесь числитель и вот эту вот скобку разделить на АН плюс первая. И мы получим это выражение, смотрите, еще более понятное. Единица в числителе. Единица. В знаменателе будет Qn-1. Все понимают? Да. Дальше будет Qn плюс Qn-1 делить на АН плюс первая. Здесь будет наша разность замечательная. А здесь будет единица делить на произведение. И вдруг стало понятнее. Все видят, что здесь Qn-1 одно и то же. Все видят здесь Qn-1. Так вот, если эта Ашка очень большая, то вот эти выражения будут вообще практически неотличны. Если А маленькое число, а вот это число большое, то вот это будет все-таки понятно, да? И получается, что все-таки по большому счету вот эта вот разность имеет самое прямое отношение к произведению Qn-1, Qn-1. Все понятно? Ну, то есть она вовсе не равна, но она меньше. И, ну, в общем, вот это выражение, оно... Поверьте, Qn-1, оно меньше, чем Qn-1. Поэтому в любом случае вот эта штука, она меньше единицы. Давайте я совсем окончательно запишу. Я хочу проверить, что вот эта вот дробь больше вот этой. Давайте я прохожу, напишу. Единица делить на 2, Qn-1, Qn. Я хочу проверить, что меньше, чем единица, делить на Qn-1, Qn-1, плюс Qn-1, делить на Аn-1. Так? Ну, для этого я поднимаю вот это сюда, а поднимаю вот это сюда. И у меня действительно получается, что достаточно проверить, что вот эта меньше, чем Qn. Поняли? Поняли, да? Замечательно. Значит, смотрите, ошибка не более, чем в два раза. Почему это важно? А потому что, если Qn-1 большие, если это какие-то миллиарды и так далее, то, в общем, порядка, да? Там половина от миллиарда умножить на миллиард, это непонятно. Важно, по большому счету, важно вот это произведение. Продолжение следует...